Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня расклад «Кто ваш суженый?» Время от времени мы делаем такой расклад, и сегодня Таро Мухи будет нам об этом говорить. Кто же ваш суженый? Подумайте о себе. Не притягивайте никакого мужчину за уши сейчас абсолютно. Не подставляйте образ по то, что вы слышите. Это очень-очень просто сделать. Просто послушайте, чтобы ваша интуиция все-таки из этой толпы мужчин нашла вашего суженого. Итак, кто же он? Давайте сначала зададим вопрос. Давайте в лоб вопрос. Есть ли суженый именно тот, который с судьбой предназначен, и вам мужчина? Есть ли он такой вообще? Так, интересно здесь получается. А вы знаете, что вы вольны выбирать суженого себе? Вот. И что это понятие, как оказалось для вас, очень даже... такое зыбкое, суженый. Потому что иногда суженый, он тот, который навязанный, кажется, да? Вот. Вы же та женщина, которая не любит этой навязанности, и она действительно может выбирать любого, который рядышком. По этой карте я вижу, что у вас как минимум 9 ухажеров будут приблизительно в одно и то же время находиться в вашем пространстве. Но вы видите как, выбираете одного. и выбираете уже такого достойного, который достоин Пентаклевой Королеве. Потому что у Пентаклевой Королевы есть всё для счастливой жизни. Что ты можешь мне принести? Скажете вы. И вот суженый у вас будет тот, который принесёт, знаете, лучший дар. Возможно, для кого-то дар. Это лучший финансовый дар. Да, может, для кого-то. Я не говорю о каком-то одном подарке. Я говорю о в общем и целом, да? Там миллиарды к вашим ногам будут сыпать. Для кого-то этот дар будет, например, в виде прекрасных отношений, да? То есть это некая огромная ценность. Для кого-то и то, и другое, да? И вы будете понимать, что вам именно какой-то особенный, да, человек нужен. То есть вы кого угодно сюда не пустите, в это пространство. Хорошо, и кого же вы выберете? Вы выберете. О, Боже, выбор будет сложный. Но вы всё-таки выберете правильно. Видите как? Вы выберете вот эту победу. Вы этот венок победы несёте, и вам руки... Боже, люди рукоплещут. Что-то я уже заговариваюсь. Вам люди рукоплещут вокруг, признавая то, что вы действительно очень крутая женщина. Выбрали классного мужчину, понимаете как? Даже внешне будет видно. Кто же он? Тот человек, которого вы выберете, это будет идти... Знаете как? В разрез всем мнением, но всё равно люди будут вам рукоплескать. Понимаете как? Как же? Кто же ты? Ну, я так скажу, что тут действительно судьба вмешивается, но... человек, с которым у вас ждёт какой-то очень нелёгкий путь, очень нелёгкий путь, но тот путь, который вы всё-таки преодолеете вдвоём и победите. Будут очень много людей стараться эти отношения разрушить, вот тупо разрушить. Пятёрка мечей идёт. Но всё-таки небо на вашей стороне. На вашей стороне будут духи рода, на вашей стороне высшие силы, другие, да? Здесь... Как ни крути, вот эти люди, которые захотят ваши отношения уничтожить буквально, они потерпят крах. Почему? Потому что это станет даже большим катализатором и улучшателем ваших отношений. Станет катализатором. Видите как? Кто же ваш мужчина? У вас будет семья, да? Вы будете не просто супружеской парой, ну не просто парой, да? А супружеской парой и семейной парой, да? Вы будете. Но опять же, вокруг вас постоянно какие-то крысы. Кого же вы выберете? Так, тут девяточка, тут десяточка. Ну, смотрите, все равно движется к завершению, вот плохая ситуация. Кто же ваш человек? Вы разрубите те канаты, которые связывают вас, либо этого человека, с теми людьми, которые пытаются навредить. сложно, но можно, да? То есть вы это сделаете. Может, это не вы, но в любом случае меч правосудия в ваших руках. Молодой маг. Вот так я вижу пока что. Ну, для кого-то это действительно молодой маг. Смотрите, здесь у нас идет паш, здесь королева. Это даже не рыцари королевы, это пажи королевы. Маг. Я пока вижу разницу в возрасте, мои дорогие. Ну, максимум здесь одногодки, но... Или совсем маленькая разница, какая в возрасте. Но сам самый интересный момент, что он по магу такая личность, знаете, невероятно амбициозная. И человек, который держит в руках буквально власть может быть даже, да, а может быть вот эти амбиции могут привести к созданию чего-то вообще особенного в этом мире. маг. А может, он действительно магические какие-то есть, знает вещи. По этой карте целостная личность этот человек. И также тут может показано, что вы с помощью него может поменяете место жительства, ну, даже такое, знаете, глобальное, когда узнаете кучу стран, да, или же побываете не в одной стране, хотя, может быть, вы женщина такая, которая уже побывала, например, там, во всем мире. Но вот это тогда в вашей судьбе будет как та гавань, да, в которой вы причалите. То есть вы на нем остановитесь. Это вот, ну, это для всех уже. да, человек, который сделает вас императрицей. Но для вас как будто бы что-то будет завершено. Видите как? Десятка мечей. Человек, который также завершил какие-то тяжелые отношения со своей прошлой женщиной. Вот. Эта женщина может быть, ну, все равно какая-то женщина идет, да, с которой он был в очень тяжелых последнее время отношениях. Кто? Да, они были вместе, то есть это была пара, как будто бы что-то вместе у меня было. Ну, человек заканчивает отношения, и вы вместе. Пардон. Ну, что? Давайте посмотрим на то, что о нем еще расскажут. как вы узнаете этого человека, да, смотрите, солнце тут. Есть такая нифиговая доля эгоизма. Желание вот с этой карты, да, я вижу еще, знаете, что? желание как всем показать, как он может ухаживать за женщиной, да, и это больше как показушное что-то, немножечко, ну, видите, как вам, наверное, будет нравиться. вам будет с ним хорошо жить, комфортно, туз пентаклей, ну, вы как знаете, каждый из вас в лице друг друга отхватил некий приз от вселенной, наверное, хорошо. рыцарь мечей десятка, у него будет огромная жажда к достижению, финансовым достижениям, большая тяга к тому, да, чтобы вот как можно быстрее, то даже какими-то жесткими методами достичь вот этой десяточки пентаклей. Тут даже я бы так сказала, это чья энергетика, его или ваша? это ваша энергетика, вы будете купаться, наслаждаться жизнью, человек будет для вас вот эти монеты буквально добывать, тут не монеты, тут целые горы монет золотых. Я так еще скажу, что у него прям цель, идея фикс иметь семью и богатую семью. Да. здесь по этой карте вот исключительно с любимым человеком и он для женщины своей будет делать очень многое, очень многое. Но она для него как с одной стороны даже не хочется так говорить, потому что кого-то, наверное, обижу, как трофей, то есть то, что он завоевал, но опять же, с другой стороны, этому так называемому трофею он дает полную власть, власть в ваших руках, а он делает для вас все, вот так. Как вы себя будете чувствовать в этих отношениях? У вас будут открываться море новых горизонтов. тут какое-то, смотрите, что-то треугольное, у вас как будто бы еще один мужчина есть. вот в чем выбор ваш, видите, у вас есть еще один мужчина, который вас любит, этот будет осыпать золотом и доказывать свою любовь, но тут еще тот, который машет кубками, стоит. Да, опа, девочки, тут говорят, что вот в этом-то и выбор. Как интересно, когда дается выбор, человек, кто-то радуется, что, слава богу, что есть выбор, а кто-то говорит, пускай Вселенная за меня выберет. Вот как вы сейчас в этой ситуации? Что вы выберете? Потому что выбирать придется. Но я вижу, что многие выберут мужчину, который действительно доказывает. Тут мужчины будут бороться за вас, я вижу. Смотрите, один король и второй король. Один рыбками машет, второй монетами. У одного чувство, любовь, а второй свою любовь, ну, как на деле доказывает. Я вижу, что вот по вот этой женщине, которая здесь выходила, наша великолепная королева Пентакли, наверное, выбирает короля Пентакли. Хотя, ведь каждая из нас по-разному мыслит. здесь какая-то картинка о вашей мечте, которая изменится. вот, и вы все-таки поймете, вы как-то знаете, что выбираете жизнь, вот, но вы тут активную позицию занимаете. Здесь, исходя из пятерки Пентакли, например, кто-то будет выбирать. То есть, того ресурса, которого не хватало, да, какой мужчина может дать, например, не хватало любви, вы выберете любовь. То есть, то, что вам не хватает сейчас, то вы и выберете. Вот эта карта мне говорит. Исходя, выбор идет, исходя из того, какого ресурса вам сейчас очень сильно нужно, да, очень сильно хочется, либо будет хотеться тогда в моменте. Но смотрите, по вот этой карте у вас там что-то будет меняться. То есть, исходя из момента выбора, когда будут эти двое мужчин, и вам придется выбирать, вы выберете того мужчину, ресурс, который вам будет ближе всего. Для кого-то финансовый, для кого-то денежный, для кого-то власть. То есть, тот ресурс, который мужчина может дать. А по королеве шезлов вы готовы, знаете как, заряжать энергией мужчину на достижение любых ресурсов. О да, тут великое будущее вас ждет. С любым из мужчин, или... показали мечевого. Ну это что, третий что ли? И жезлово вам сюда, в придачу. Что еще могу сказать? Выбор у вас, конечно, отменный. Вот так вот. Мужчины будут очень сильно вкладываться в отношения. Кто как, кто на что гораст. Все масти вам вышли, все короли. Они предстанут перед вами, скорее всего, в своих лучших, лучших доспехах. Со своими лучшими поступками. Пускай, конечно же, так и случится. Потому что вы женщина, и вы стоите, машете платочком, ради вас рыцари совершают подвиги. Эти мужчины будут совершать подвиги ради вас. Вот вы звезда. Пока вы держите их на отдалении. Вот они, вот эта битва идет. Вы представляете? За принцессу, которая такая стоит и ждет. Интересно все получается. Видите как? Тут четверо персонажей собрались. А кто-то ждет почему-то одного. Но все мы ждем одного. Но тут есть четверо, и из них можно выбрать достойнейшего. Ладно, что нам подскажут при выборе достойнейшего? Что нужно учитывать, кроме ресурса, которого вам не хватает? Может, кому-то не хватает любви, и вы получите эту любовь? Смотрим. Итак, вопрос, который мы хотим задать сейчас вселенной при выборе мужчины. Чем нужно руководствоваться и вообще на что обратить внимание? Королева кубков. Вот то, что говорилось до этого. Женщина здесь находится в такой пассивной позиции. С одной стороны, но она как готова переключаться тут же на жезловую, как только она выбирает мужчину своего. То есть, вот она сидит пассивная, вот она выбрала мужчину, стала зажигательной, да, стала той, которая зажжет любого мужчину, а тем более того человека, который рядышком с ней. на что? На то, как мужчина относится к вам, насколько вы близки друг с другом, как у вас вот этот симбиоз работает, да, когда вы вместе, например, да, когда вы с ним чем-то занимаетесь, например, с мужчиной, вы, наверное, с каждым повстречаетесь, да, и все-таки решите, то у вас как будто бы мир меняется, мир становится лучше, вы достигаете большего. То есть вот этот фактор, когда вы становитесь лучше, становитесь сильнее, красивее, когда у вас расцветает ваше прекрасное лицо, светится счастьем, да, вот это нужно учитывать. И мужчина, который еще плюс по этой четверочке, ну, знаете, как будет держать вас возле себя и никому не захочет отдавать. Вот по сути вам эти все советы. Но с другой стороны, видите, как по этой карте это две сильные личности. Лев послушно сидит буквально рядышком с женщиной, которая гладит его гриву. Сильный лев, да, который может сожрать ее. И женщина, которая не боится этого льва и может руководить буквально его дыханием. Вот такой вот совет. давайте посмотрим все же совет на момент здесь и сейчас. Ну, это один из наших раскладов такой. Совет на момент здесь и сейчас относительно этой темы. Здесь и сейчас у нас идет подвешенный домашний какие-то праздники идут. Пора. Интересно как. Вроде как и не выход из подвешенного, да, но ты еще вот висишь. Здесь нет прорыва, здесь есть наслаждайся, да, вот наслаждайся, радуйся тем состоянием, в котором ты сейчас находишься. Вот. К тебе будут приходить какие-то мощные осознания, потому что ты видишь мир абсолютно как-то по-другому сейчас. Сейчас перевернутое твое видение, но оно правильное, оно классное. И это не перевернутое, а для кого-то кажется, что ты неправильно видишь, понимаешь как? Тут вот эта карта может говорить об этом. Но видите как, как-никак пара находится вам в любом случае. То есть тут говорят вообще выходи навстречу. Совет. Опа. Совет. Тут как-то преодолев дьявола, ты выходишь на новый путь. Преодолев дьявола, ты выходишь на новый путь. По дьяволу здесь может быть все что угодно. Привязки, какие-то абьюзивные отношения, отношения, когда вот эта боль в сердце такая, что ты не можешь отпустить, а мужчина как будто бы не слышит тебя. Либо женщина, да, если вы мужчина смотрите. Когда вот эти вот расстояния странные, дистанция, она уже убивает. Вот пройдя дьявола, ты начинаешь новый путь. Это тебе прям вот как рассказывают, как это будет. Ты сможешь уже по пройденному пути научить кого угодно. Отточено у тебя буквально каждое движение. но в тебе вот это вот, знаешь, как такое честность, ну тут не открытость скорее, а такая чистота внутренняя, душевная, она присутствует. Совет. Очень интересно здесь получается. Ваш внутренний мир привлекает мужчину. Ни одного даже, видите? И они очень достойные личности будут в вашем окружении, среди которых ты можешь выбрать этого человека. Хорошо, зависит ли от того, как кого ты выберешь, будешь ли ты со всеми счастлива. с выбранным человеком. Но если ты сделаешь выбор от души, то да. Потому что тут очень хитрые карты вышли такие. Если ты не будешь отказываться от выбора сердца, то ты тогда будешь счастливой. Но в любом случае тут ждёт тебя трансформация. Как-то всё так меняется. Вот сейчас я вижу прям перестановку вот этих таких жизненных глыб, да, континентов этих. Здесь меняется ваше мировоззрение очень сильно. Потому что сейчас вам как будто бы не видно того, что будет скоро. Скоро вселенная покажет вам воочию вот этот сценарий, о котором я сейчас говорила. И первый из императоров проявится вот так. Я так понимаю, что первым проявится какой-то главный, которого вы выберете в итоге. Смотрите. Ну, в любом случае как-то очень интересно. Говорят, что он медленно нашел, но он все-таки дошел. Вот так. Сказка просто какая-то, когда выходишь замуж за первого, кто пройдет по этому мосту. Вот, помните? вы не прогадаете, понимаете, как вы не прогадаете, потому что вы уже прямо знаете четко, кто там должен пройти по этому мосту. Интересная тут такая была история. Благодарю вас за эту историю. Спасибо, мои дорогие, большое за ваше присутствие здесь, за ваши лайки, комментарии, за вашу финансовую поддержку. Кто это делает, я все вижу, все, всех чувствую. Действительно, людей, которые настолько ценят мою работу. Благодарю вас за все и хочу, чтобы Вселенная вас одаривала подарками в разы больше всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok